У нас девятая беседа. Я делаю это по просьбе многих людей рассмотреть выступление Нинзорова Александра Глебовича «Уроки атеизма». Что там неверно? Приходится терять время. Я думаю, еще несколько я остаюсь. Они все стандартные у него. Все они с огромным привкусом. Просто не расположение злобы, так сказать. Но много в них и хорошего. Из этого хорошего надо усыпиться. Послушать, что он говорит. Миф о гонениях на церковь. Здесь даже, кажется, отвечать нечего. Миф. И он начинает говорить, что гонения не было. Ну уж позвольте, Александр Глебович. Вы на этом вопросе теряете, даже если у вас были какие-то, как вы говорите, они ждут ваших уроков, они обтираются где-то. Ну зачем вам эти? Нужны люди, которые у вас даже уважение не вызывают. Гонения не было. Вы о каком периоде говорите? Говорите о периоде с 17-го года. Гонения не было. Ну просто Бутова возьмите одно. Его забутили трупами. Посещает не кто-то. В то время я сейчас не могу сказать. Он был президент или премьер Путин Владимир Владимирович. И когда ему все показали, и он переходил с одного места на другое, видимо, стенды, и только повторял. Чудовищно. Ну почему? За что? Чудовищно. Ну почему? За что? Чудовищно. Если для него, сотрудника КГБ, полковника, это чудовищно. Почему для вас это не чудовищно? Почему вы говорите, гонений не было? Деда своего КГБ защищаете или свою жизнь? Я даже не пойму, как гонений не было. А вот храмы оставляли. Вы откуда это берете? Храмы оставляли. Да как оставляли? Так храму подходить нельзя было. И взорвали. Храм Христа Спасителя взорвали. Я повторяю. 57 тысяч храмов было. Осталось только 400. 1275 монастырей все закрыты. Это что, добровольно? Все вдруг в один день пошли? Да потому уничтожали все с русским народом. Вот на уровне этой маленькой веры они ничего не могли сделать. За эту маленькую веру люди усыпились крепко. Они понимали, без этого жить нельзя. И поэтому весь репрессивный аппарат кинут был у них. И сегодня все понимают, чья это была революция, кто ее устроил, в честь кого эти 100 миллионов жертв. Их не было. Спрашивают, ну а почему пал Советский Союз? Ну я думаю, вы знаете это. Здесь два фактора. Первый – гласность. И вторая – архипелаг ГУЛАГ. И когда меня на занятиях спрашивали, кого вы считаете самыми известными в 20-м столетии людьми? Ну в нашей стране. Я называю Горбачева и Солженицына. Горбачева? Ну Солженицын соглашается. Вообще Горбачева, да что вы в нем нашли? Это предатель, это изменник, он разрушил страну. Позвольте. Я читал выступление генерала армии Варенникова. И он говорит, за 2000 лет не знали люди такого предательства. Предательства. Часовыми своими разглагольствованиями он усыпил всю страну. Это 18 миллионов преступников, коммунистов, он всех обманул. И последнего похлопал по спине и столкнул в ад. Это только он мог сделать. Я читал выступления журналистов, которые с ним ездили. Говорят, я записываю, прихожу домой, надо материал вставить, я не знаю, что вставить. Говорил, три часа я ничего не могу записать. В этом его талант. И о нем очень хорошо, Жириновский Владимир Вольфович говорит. Его там все дочери, там, как держали, жена своя, говорит, змея, змея, вот это страна КПСС. А теперь он, после 70 лет, он раскрылся во всех талантах своих. Везде выступает и прочее. Очень хорошо говорил. Гонения были. Если вы не знаете, какие были гонения на Церковь Христову, что касается Советского Союза, вы узнаете здесь. Из других источников. Прочитайте архипелаг ГУЛАГ. Я за него отсидел и был в ГУЛАГе. Я его начитывал дважды. И распространил на 10 лет раньше Нового Мира. Недавно статья была в Новом Мире. Отметили 30-летие публикации первых глав архипелага ГУЛАГ. И сразу же поступило опровержение. Дело так обстоит. Ровно на 10 лет Барнаулиц православный проповедник-миссионер Игнатий Лапкин наполнил страну дисками, начитанный им архипелаг ГУЛАГ. Это действительно так. Я первый, кто распространил ее у нас в стране. Это капитальнейший труд. И его опровернуть никто не может. И когда на Западе прочитали архипелаг ГУЛАГ, весь мир поднялся против. И дальше делать было нечего. Горбачев хотел показать социализм человеческим лицом. И все увидели это страшилище. Это мертвец. Призрак бродит по Европе. И все кончилось. Поэтому о гонениях немножко скажу. Деяние 8.1. Савл же одобрял убиение его, Стефана. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Так было гонение. И при том великое. Деяние 8.3. А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавая в темницу. Значит, влачил и терзал. И таких Савлов было много. А здесь все щекисты, железная наркома. Жизнь человеческая была обесценена. Солженицын говорит, когда в Черче спросил, во что обошлась коллективизация, то этот гуталинщик выкинул растопыренные 10 пальцев. 10 миллионов самых лучших тружеников под кличкой Кулака в Нарым и там в мерзлую землю. Да Гитлер-то даже с одним человеком так не сделал. Если фашизм осужден Нюрненским процессом, почему коммунизм, принесший жертвы в десятки раз больше, он не осужден? Да вот вам тема. Потрудитесь над этим. Дальше. Деяние 9.1. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил, как арестов в других местах. Вспомним эпоху Нерона, которую рассчитали даже за Антихриста. Какие эдикты издавались при Декии 249-251 год? Или вы не знаете этого? Диоклетиан. Четыре эдикта. Сдать книги, кто не сдает смерть. Священники. Все должны сложить сам уйти. Смерть. А далее, без суда и сведствия, встречешь христианина, бей насмерть. Половина имения твоего, кто бы он ни был, ты убей его. И жития святых об этом говорят. Гонений не было. А 450 тысяч в это время уже погибло. Это полмиллиона. А во всей этой Римской империи всего 120 миллионов было. Не все знают о том, что в житиях святых написано, имеет подтверждение в других источниках. Теперь говорят, ну теперь можно что угодно написать. Нельзя написать что угодно. Когда казнили христиан, то у епископа Рима, Климента Римского, были шесть нотариев. И они ходили среди толпы, стояли и смотрели, как ломают кости. Ну как Тарас Бульба, когда Остапа казнили, он стоял в толпе. Точно так же. Они все тщательно запоминали. И приходя домой, это все записывали. Вот это жития святых. Но, когда допрашивали этих христиан, как Георгия Победоносца, то в это время тогда были судьи и были секретари, которые все записывали. И когда Константинова эпоха наступила, то вместе с архивами, коммунистические архивы, они пришли в перестройку. И теперь, когда те архивы, которые записывали, допрашивали язычники, сравнились с этими один к одному. Так что подтверждение с двух сторон, взаимно противоположных, недружественных сторон, говорили о том, что гонения были ужасные, пытки были непереносимые. Их вынести нельзя было. Нельзя. И никто более позорно себя не лег в пытках, в застенках у черка, как коммунисты, говорит, солженисты. Собственные блевотины и мочи, они все погибали. Выдавали все. Их христиан ничего не могли взять, как Лаврентия. Как Георгия Победоносца. Железные сапоги и гвозди. И ногами бежит, и спрашивает, ну как Георгия сапоги? Он говорит, само как раз по моему размеру. Они шутить еще и умели. Его жарят на громадной сковороде, идет такой запах. А он говорит, переверните людоеда, одна боковина уже поджарилась, ешьте ее, переверните на вторую. Агафью ведут, она говорит, у моего отца дров много, возьмите, чтобы бесплатно меня сожгли. Когда считаешь их даже, ну нельзя поверить, что они как Гури, Самон и Авив. Какие пытки все выйдет, как Климент Анкирский. 28 лет мучений. Четыре императора уже умерло, а его мучают и мучают. Насаживают на разные железные пики, колья, специальные колеса, которые крючами, зажатого низу человека, руд, кости. Как Екатерина и Варвара Великомущенца. Не было ничего. Как же. Вот Анфим Некомедийский. 16 сентября по-новому память его. У нас потеряется, в честь всего назван храм Свято-Анфимовский. Анфим. 32 тысячи прихожан его было сожжено. Когда описывают об этом историки, хочется быть там, где они были. Притарянская гвардия вышагивает. Идут к храму. И вдруг открывается калитка, выбегает женщина с ребенком и бежит впереди воинов. Схватить ее, схватили. Куда ты бежишь? Она в христианский храм. А вы разве не знаете, что мы сегодня идем сжечь его? Поэтому я и спешу, чтобы быть со всеми. А ребенка для чего на руках держат? Чтобы ребенок со мной на небо взошел. Вот какая была у них вера. Обложили. Хворостом, соломой. При выходе жертвенник мясо кусками. Возьми мясо и скажи, во имя императора иди домой. Ни один не вышел. Ни один. Вы найдите мне коммунистов, таких язычников. Да что угодно люди сделают. Примеряя все это к себе, я скажу, я не выдержал бы. Но благодатью Божией я прошел этот гулаг. Все, что было. У меня руки все еще вывершенные. И милостью Божией остался жив. Думаю, и приму, как Бог бы укрепил силы. Дал бы перенести. Но когда будет гонение при Антихристе, а престол ему готовят все атеисты, безбожники, клевещущие на Христа и на Библию, это претеща Антихриста. То тогда будут муки такие, о которых святые говорили. Думаем, что и мы не выдержали бы. Вы говорите, не было гонений. Я этого не слышал даже от коммунистов. Я что угодно мог ожидать, но никогда не ожидал, что скажете это именно вы. Вы, я трижды сомневаюсь, говорили ли вы это, но судя по тому, как вы кашляетесь, какой-то горловой такой хлюпающий звук издаете, как кричание, и в это время дым идет, и прикуриваете. Тут даже неуважения никакого, ни к слушателям, никому нету. Я считаю, что на нас это не рассчитано. Зачем это вам? Поверьте, я это вам говорю, желая, чтобы вы были другим. Не желая ни уязвить вас, ничего, да и мы, ну, не равны, вы известны всем человеком, а кто я такой? Но я знаю, что так не ведут себя, просто так нельзя вести себя, что не было гонений. Ну а как же так? Офицерство как класс истребляется, казачество как класс. Речь идет не о двух людях, а о миллионах. Тухачевский травит газом там, Тамбовское восстание и прочее. Этого не было. Дворянство как класс, священство как класс под корень. Никто не гнал их. Да вы послушайте, здесь вот в архивах наших, в алтайских, что было. Даже их собирали ночью всех, где находились священников, и били колотушкой деревянной. Его полчаса спрашивают, ты убивал, ты понимал, что человек? Да какой человек? Это же поп. То есть вот это атеизм. То есть вы принадлежите, если не признаете другого, к этой банде. Вот к этой самой страшной банде убийц, которая погубила мою любимую родину. Мы еще к 13-му году не можем вернуться. И если бы большевики не пришли к власти, это заголовок комсомольской правды. Нас сегодня было бы 650 миллионов. А нас даже 150 нету. 650? Отсюда вывод. Полмиллиарда. Какой змей Горыныч, лысый, усатый, какой сожрал? Вы, Александр Глебович Невзоров, подумайте об этом. У вас много литературы. Я повторяю, полмиллиарда. Только с 17-го года. Вот это научились. Вот это закон был. Все, что вы говорите, священники не давали развиваться. Это все правильно. И они пролазят сейчас везде. Это все верно. Но вы это-то не сбрасывайте. На меня одно время здесь, я чувствовал прямо, наседают евреи. Ну, вот вы к евреям не расположены. Где они расположены? Покажите. Нигде. А потом слышу, волна пошла на спад. У-у-у. Они там, видимо, собрались. Говорят, да он, говорит, и свое священство так же. Ну, костерит, говорит. А другие посмотрели, мусульманин встал. Да у нас тут есть экстремист, который... Это было в краевой администрации. Сразу посуровел там, кто ведущий. Кто это такой вышел? А вот он на меня показывает. Сразу затребовали мои книги. И сразу в краевой администрации позвонили. В каком томе у вас там написано? Я показываю, какой том. Маленько проходит. Нет, ничего нет. Ничего нет. Я не экстремист. Нет, но я экстремист. Экстремист – человек, доводящий все до совершенства. Я не фанатик, но я фанатик, готовый умереть за Христа. Но во всем здравый смысл должен быть. Вот вы говорите, мы должны относиться критически. Критически ко всему, кроме Святой Библии. Вот единственный авторитет. Я во свет Библии выставляю жития святых, каноны в церкви. У меня есть авторитет. У вас нету. У вас главный авторитет, вы так думаете. Ну, не авторитет же этих скелетов, которыми вы наполнили дом. Вы должны их похоронить. Они вам не принадлежат. Вы их взяли, похитили без их ведома. Все, что у вас черепа, должны быть похоронены. Не знаю уж, какая счастье им там будет воздаваться. А они принадлежат Богу и будут лежать до страшной архангельской трубы. Когда при последней трубе вас трубит и все мертвые воскреснут прежде. И мы с вами тоже встретимся. Дальше. Есть такая книга. Льва Регальсона. Трагедия русской церкви. И дальше. Мученики 20 века. Я их насчитывал, распространял. Они у меня стоят в обвинительном. Я за это отсидел. За то, что о них говорил. И когда я вернулся, я встретился со своими экспертами. У меня было 12 кандидатов наук задействовано. Обыски шли по всему Советскому Союзу. И нигде ни одного слова лжи никто не нашел. Нигде. Следователь городской, краевой прокуратуры, Курьят, Владимир Кузьмичин говорит, первый раз такое встречаю. В моей практике такого не было. Как вы могли так отрихтовать? Как настроить? Что ни один нигде ни разу не солгал. Никак. Мы христиане. Нам не положено. Самые поганые на меня свидетельства во время суда давали священники Московской Патриархии. Самые лживые. Но они доказать ничего не могли. Один из них говорит, Лапкин ждет мессию с запада. Вот мне слово. И я говорю, отец Михаил, скачков фамилия, я жду мессию грядущего на облаках, с силой и славой великою. И на небе явится крест знамения Сына Человеческого. И Господь придет. Ни с какого запада я не жду. Я тогда за границей даже не был. Он глаза потупил. А я в это время шагнул за перегородки к нему и говорю, Отец Михаил, благословите меня на страдания. И он благословил. Как они загалдели, как так сделали. Он же против него. И я ему высказал несогласие и тоже получил благословение. У меня нет врагов. Он же ваш враг. Нет. У меня врагов вообще нет. Враг тогда, когда я буду считать за врага. А я его считаю не за врага и молюсь за него. Я благодарю Бога за всех мучителей, кто мне руки выкручивал, кто меня сажал, морил. 13 дней в морозилке меня держали. Я благодарю Бога. И поэтому они мне не враги. Благословен Господь. И Ему слава во веки веков. Аминь.